Здравствуйте, дорогие девушки, меня зовут Жанна Санжак, я визажист, мне 48 лет. Вы знаете, сейчас очень много в интернете показывают всяких картинок женщины, которым там приблизительно плюс-минус 50 лет, фото, типа вот, это звезда, пожалуйста, вот посмотрите, какая она в реальной жизни, и сколько у нее морщины, какая вот она старая, а вот здесь везде фотошоп, а вот тут вот у нее пластика, а здесь еще что-то, все это неестественно, все это искусственно, вот ее реальная картинка. И на сегодняшний день, просто мне кажется, только ленивый не обсудил фотографию Кейт Мосс, это популярная модель 90-х, ей сейчас 48 лет, в общем-то, как и мне, да, и вот эта вот фотография, которая представлена в интернете, и там много блогеров написали, боже мой, да какая она страшная, да вот у нее образ жизни, который был всегда, там наркотики, сигареты, алкоголь, вот к чему это все приводит. И вот эта безобразная фотография, я на нее смотрю и понимаю, что на самом деле, вот такую фотографию можно сделать с каждой из нас, и даже с 20-летней, 100%. Знаете почему? Это определенное освещение и качество камеры. Вот я на 100% уверена, что многие из вас не любят фотографироваться. А почему, интересно? Наверное, именно потому, что вы себе не нравитесь на фотографии. Почему? Потому что у нас сейчас фотографию делать на какую камеру? Правильно, на цифровую. А раньше, как мы фотографировались? На пленку. А сделайте сейчас фото на пленку, и вы посмотрите, что вы один и тот же человек. Фотография на камеру цифровую и фотография на пленочную камеру, это будет два разных человека. И на пленке вы будете гладенькая, ровненькая, красивая и молодая. А на цифровой в эту же секунду вы будете выглядеть совсем по-другому, потому что цифровая камера, она вытаскивает, ну, все нюансы кожи. Давайте еще раз посмотрим на эту фотографию. И что здесь безобразного? Она светленькая, у нее достаточно светлые брови, на данный момент здесь она не накрашена. Лоб ровный, да, в общем-то, нормальный. Морщинки вокруг глаз, ну, для этого возраста это тоже естественно. Неудачное освещение в плане улыбки и зубы, кажется, какие-то там безобразные на самом деле. Да, может быть, они не идеальны в данном случае у этой модели, но при этом там ужаса никакого нет. Нет, да, руки выглядят возрастными, и реально это так и бывает. А теперь вот я, когда смотрю на свои видео, когда я их делаю, и очень часто бывает, что я смотрю на свои руки в жизни, они, в общем-то, вы знаете, не такие уж плохие. Но когда я смотрю на видео, эти же руки на этом видео, как у старушки. Так вот вопрос, где правда? Так дело в том, что сейчас всегда фотографируют на цифровую камеру, поэтому цифровая камера, она и вытаскивает вот все эти детали. Настолько, что мы можем рассмотреть не просто наши руки, наше лицо, а морщинку, сколько она сантиметров, какая у нее глубина, какой у нее цвет и так далее. Это практически как макросъемка. И посмотрите, пожалуйста, вот эту фотографию. Это та же Кейт Мосс, которая уже на каком-то мероприятии. Она сделала макияж, правильное освещение, и все, и человек уже совсем другой. Ну, то есть она за вот этот короткий период времени не сделала же себе кучу пластических операций, миллионы инъекций для того, чтобы выглядеть хорошо. Поэтому я прошу в некоторых случаях некоторых не специалистов не давать такую резкую оценку женщинам, потому что это очень сильно убивает в нас вот эту вот уверенность. Если это не моя фотография, глядя на нее, понимаю, что, наверное, ничего уже и в этой жизни и у меня не получится, потому что вон она богатая, у нее деньги есть, и все равно выглядит плохо. Поэтому если какие-то делать процедуры, у меня денег нету, и только процедуры мне помогут. Ну, короче, вот такая вот всякая, я не знаю, суета в голове, которая будет еще больше создавать вот это ощущение, что молодость прошла и уже ничего не поможет. И это все ерунда абсолютная. Поэтому нужно понимать некоторые технические моменты, нужно понимать, что некоторым нужно сделать вот такое вот, привлечь внимание к своему каналу, а можно привлечь к какой-нибудь жуткой фотографии. Вот представьте, что вы и за вами гоняется папарацци, и вас сфотографировали, когда вы, может быть, там, не знаю, ну, что-то доставали из сумки, там, держали телефон. И вот в этот момент кадр, он может быть такой безобразный, что, посмотрев на вас, многие скажут, «О, да-да-да, там, Наташка-то или Жанка-то вообще выглядит очень плохо». Обязательно посмотрите. У меня есть на ютубе ролик про освещение, где я как раз показываю, как у меня может поменяться лицо просто за одну секунду, если я подхожу от одного источника света к другому. Так вот, правда заключается в том, что и то, и то правда. То есть, если мы сейчас будем рассматривать себя на фотографии или на видео, то, учитывая качество современной камеры, то мы можем увидеть все детали, которые мы не видим в зеркале. Все-таки зеркало – это более такой реалистичный вариант разглядывания себя, поэтому верьте, что вы видите в зеркало. Но я хочу предупредить сразу, пожалуйста, сделайте хорошее освещение, чтобы вы оценили реально свою внешность, а не думали, что ваш поезд уже ушел, что вы выглядите плохо и уже больше ничего не поможет. Поверьте, все можно скорректировать и создать наилучшую версию себя, и не важно, сколько вам лет. И небольшой лайфхак. Перед тем, как вы делаете макияж, приводите все в порядок, посмотрите, пожалуйста, какое у вас освещение там, где вы делаете красоту. Важно, чтобы не было источника света прямо над головой. Как только свет будет у вас над головой, то таким образом на лице усиливаются все тени, и вы выглядеть будете буквально на лет 10 старше. Если свет будет на лицо, можно на зеркало приобрести, есть такие вот лампы на липучках, которые можно заряжать периодически от USB провода, прилепить на зеркало чуть-чуть выше уровня глаз, на уровне, может быть, головы, тогда вот это освещение будет создавать очень правильный свет на вашем лице, где вы сможете как раз рассмотреть очень хорошо свое лицо и сделать грамотный макияж. Что даже если вас фотографировали тогда, когда вы этого не ожидали, вы будете выглядеть хорошо. Но и даже когда вы фотографируетесь, то постарайтесь при фотографии, чтобы вы себе нравились, где вы находитесь, взять камеру, например, вы делаете селфи, и направьте, пожалуйста, свое лицо к источнику света. Посмотрите, откуда идет больше свет. Если он с потолка, значит, вы лицо поднимаете в сторону света и делаете вот так вот за счет, затвор. Если источник света где-то из окна, значит, вы сможете туда, чтобы не было бокового и верхнего света. Тогда вы будете выглядеть красиво, и вы будете нравиться себе на фотографиях.